А теперь то самое видео, которое просто открывает глаза. Видео выступления, которое банкиры не хотят слушать. А вы слушайте внимательно. Что ж, мистер президент, боюсь мне снова предстоит повторять старую пластинку, что я и делаю уже не первый год. Но суть в том, что, как я думаю, вы не понимаете банковскую концепцию. Все банки разваливаются. Сантендер, Дойче Банк, Королевский Банк Шотландии, все они разваливаются. Почему же это происходит? Это не мистические силы и не природный катаклизм типа цунами. Они разваливаются, потому что мы имеем то, что называется частичное банковское резервирование. А значит, банки могут давать в долг деньги, которые они в действительности не имеют. Это уголовный скандал, который происходит уже слишком долго. В придачу мы имеем и моральные риски из политической сферы, причем очень значительные. Большинство проблем начинается в политике и центральных банках, которые являются частью этой политической системы. У нас есть контрафакция, ту, что вы иногда называете количественным смягчением, но в то же время скрываете это под другими именами. Это искусственное печатание денег, за которое вы посадите любого обычного человека на очень длительный срок. Тем не менее, правительство и центральные банки совершают это преступление постоянно. Центральные банки снижают размер процентных ставок, а значит, мы не видим реальной ценности денег. И они еще смеют обвинять реальные розничные банки в манипуляциях ставками Либор. Степень нахальства просто поражает. Это центральные банки. Центральные банки-комиссары манипулируют процентными ставками. И вишенкой этого кулинарного изделия становится отсутствие нормальных депозитных гарантий. Поэтому, когда банки разваливаются из-за собственной некомпетентности и хитрости, налогоплательщик, по сути, оплачивает это. Это узаконенное грабительство налогоплательщика. И пока мы не отправим всех этих банкиров, центральных банкиров и политиков в тюрьму, это будет продолжаться. Судя по всему, ребята, те, кто сидели в аудитории, совершенно не хотели слышать эти слова. Поймите, этот человек работает в европейском парламенте. И он говорит, что нужно посадить всех банкиров центральных банков. Это же круто! Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди. Недавно наткнулся на комментарии, мол, Богатейший Ди разочаровался в биткоине и криптовалюте. Не знаю, почему кто-то так решил, возможно, из-за того, что видеоролики о биткоине теперь выходят совсем не так часто, как раньше. Но это вовсе не из-за моего утопического разочарования. И я надеюсь, в новом году я снова войду в строй, как и прежде. Я все еще верю в криптовалюту. Я все еще думаю, что блокчейн и криптовалюта найдут свое применение во многих отраслях в бизнесе, политике, социальной жизни и так далее. Однако, так же, как я уверен в технологии, я уверен и в том, что биткоин и в новом 2020 году будет показывать результаты куда лучше, чем большинство альткоинов. Как это было и в этом году. И мой биткоин-максимализм в 2019 году стал причиной того, почему портфель показал такие неплохие результаты. Но что я хочу сказать, биткоин-максимализм должен эволюционировать в биткоин-фундаментализм, если я хочу, чтобы эмоции не затмили мой разум. В новом 2020 году мы, наконец, дождемся биткоин-халвинг, вокруг которого вертится так много хайповых заголовков, блогеров, СМИ и даже телеканалов. Это случится всего лишь спустя 134 дня. Кто-то говорит, перед халвингом биткоин увидит новые исторические вершины. Вот вам цитата. Я думаю, что очень вероятно то, что биткоин достигнет исторического пика перед халвингом. Обычно биткоин не достигает исторических пиков в сам халвинг. Это происходит спустя год после него. Но я думаю, что это случится впервые в следующем году. Если за два месяца до халвинга биткоин будет стоить 10 тысяч долларов. А кто-то, ребята, уверен, что перед халвингом цена биткоина наоборот будет падать по аналогии с лайткоином, у которого был халвинг в этом году. Как мы видим, перед халвингом курс лайткоина взлетел почти на 600%, а в день самого халвинга начал падать. Цитата. Мы покажем вам, что цена биткоина каждый январь с самого начала наблюдений испытывала самый большой дамп года. И это, кстати, правда. Если вы откроете график биткоина и найдете каждый январь, вы заметите, что цена в этот месяц каждого года падала на величину от 20 до 50%. И самое жуткое то, что фактически в январе биткоин всегда достигал своих годовых низов. Ну, почти всегда. То есть январь это месяц не только самого большого дампа за короткий период времени, но и индикатор того самого пресловутого дына, которое после никогда больше не было достигнуто ценой биткоина снова. Вы можете проверить это самостоятельно. Вот он показывает все эти дампы, и как мы видим, больше график к таким отметкам не возвращался. Что ж, эта теория тоже имеет право на жизнь. Но я не в том положении, чтобы сейчас строить свои собственные теории. Зато в том самом, чтобы показать вам конкретный факт. Биткоин превосходит все. Абсолютно все активы у него нет достойного конкурента. Акции, недвижимость, золото, бонды, все это не дотягивает до уровня биткоина даже в его самые плохие времена. Более того, в этом году биткоин был признан самым привлекательным активом, который используют для диверсификации. Активом, который не связан с другими. Как, например, индекс S&P 500, который связан с полутысячей других активов. Это все звучит как характеристика для новой мировой резервной валюты, не так ли? Итак, вопрос стоит ребром. 2020 год будет хорошим или плохим для биткоина? Ответ не менее прост, чем сам вопрос. Все зависит от желания людей покупать биткоин. Но я, как обычно, настроен побычье. Ведь не секрет, что среди миллениалов, кем я собственно и являюсь, биткоин более популярен, чем акции таких крупных компаний, как Netflix и Microsoft. Чего не скажешь, конечно же, о старшем поколении. Кто же сейчас смотрит видео о криптовалюте? Почти половина зрителей от 25 до 34 лет. То есть практически мои ровесники. Миллениалы. И чтобы окончательно убедиться в целевой молодой аудитории биткоина, мы находим отчет Грейскейла. Топ-10 активов среди поколений. Как видите, биткоин у молодого поколения миллениалов находится на пятой позиции. Для старших поколений биткоин даже в десятку не входит. А теперь я нашел диаграмму распределения богатства среди поколений. Как вы видите на графике поколения Silent Generation, люди, которые постепенно теряют процентную долю от глобального населения. Ну, грубо говоря, умирают от старости. Так же, как и их процентное богатство уменьшается. Население поколения бэби-бумеров, людей, родившихся в период с 1944 по 1964, тоже уменьшается. По понятным причинам. Однако их процентное богатство начало падать в пользу поколения X. Что касается миллениалов, меня и, наверное, вас. Мы родились во время, когда наше процентное богатство находилось на исторических минимумах. Зато доля нашего населения очень быстро растет. Стремительнее всех поколений, которые когда-либо существовали. Но посмотрите еще раз на графики всех этих поколений. Каждый раз новое поколение перебирало долю богатства у старшего. И каждый раз это происходит быстрее и агрессивнее. Поэтому нет никаких сомнений, что миллениалы станут самым богатым поколением в истории уже после 2030 года. И если биткоин находится в топ-5 самых популярных активов миллениалов, то даже спрашивать, что с ним будет, не стоит, не правда ли? Но о каком количестве денег вообще идет речь? Ребята, это 68 триллионов долларов. 68 триллионов долларов – это в 10 раз больше, чем капитализация золота. На протяжении следующих 25 лет 68 триллионов долларов перейдут к нам, к миллениалам. Нас с вами ждет отличное будущее. И за это я бы поднял бокал, если бы я не был трезвенником. Возможно, у кого-то из вас Новый год уже наступил, поэтому вас с наступившим. Тех, кто только ждет его, с наступающим. Мы провели с вами отличный год, пусть местами и сложный, пусть даже в последние месяцы, даже опасный для жизни. Но зато я знаю, что за мной стоит большое комьюнити, всегда готовое помочь. Я уверен, каждый из нас уже доказал, что имеет настолько крепкие нервы, что заслуживает получить максимум из того, ради чего терпел нужду и лишение. Канал подарил мне настоящие бриллианты. И сейчас речь не о деньгах, речь о людях, которые бросают мне реально полухакерскую информацию, бесплатно программируют ботов, даже торговых. Взяли на себя роль администраторов моих ресурсов, покупают платные индикаторы и делятся ими абсолютно бесплатно. Удивляют меня каждый день. То, что мы с вами делаем и что мы с вами изучаем, очень ценно. Возможно, результаты еще не те, возможно, мы еще не получили того, чего мы хотели. Но я знаю только одно. Нет больше нигде такого места, где есть информация и люди лучше, чем тут. С Новым Годом! Увидимся в следующем десятилетии. Берегите себя и свое здоровье, зарабатывайте и богатейте. До скорого. Потому что я пожелаю тебе счастья и здоровья, а ты скажешь... А я хочу апельсин! А я хочу апельсин! А я хочу апельсин! Конечно, у аюля. А я хочу апельсин! А я хочу апельсин!